Приветствую вас, Семён. Ну, смотрите, первое, что вам, наверное, нужно, стоит понять, то, что многие-многие люди, большинство людей бисексуальны, и в гомосексуальности ничего плохого нет. Вообще, это довольно очень проблемная история, что вы не принимаете возможную гомосексуальность или бисексуальность, да, считайте, что только вот гетеросексуальность это норма. Это, вот, подобное непринятие себя, оно, в общем-то, имеет под собой, наверное, некие основания. Вот. Гетеросексуальны, они имеют, в том числе, вам, на мой взгляд, не хватает мужественности, т.е. не хватает вот такой мужественной фигуры, вследствие чего, как мне видится, вы и тянетесь к чему-то мочком, но это и проявляется в наличии у вас гомосексуальных интенций. Вот. Собственно, я не вижу, собственно, в самих гомосексуальных побеждениях ничего плохого, но я думаю, что, в первую очередь, нужно разобраться с тем, почему вы так боитесь и этого, чем это так страшно. Вот. С чем связано то, что вы боитесь тоже девочку разлюбить и т.д.? Есть ощущение, что вы как-то вот цепляетесь за людей, что ли, цепляетесь очень сильно и боитесь, что вы этих людей не цените. Возможно, так сказывается травма, потеряется и ее не пережитесть и не прожитесть. Вот. В таком случае вам это можно сделать, вам помочь это сделать можно. Возможно, отношения с мамой у вас излишне доверительные и вы стали излишне, неестественно для себя чувствительным и т.д. Вы говорите о том, что в отношениях со своей девочкой вы растворялись в ней и, в общем-то, потеряли, ну, начали терять себя. Я думаю, это связано с тем, какое значение для вас цепляет отношение. Вот. Опять же, мне кажется, что именно в отношениях вы чувствуете себя более гармонично, в отношениях вы чувствуете себя более спокойно, а так вам достаточно тревожно и вы вот тянетесь к, вот, ну, так сказать, ко вторым половинкам, да? Вот. То есть, кому-то, кому-то, на кого можно было дотреться. Вот. Это, возможно, вероятно, связано, опять же, с тем, что вы ищете опору, которую не имели в ОЦ. Вот. Ну, тут можно, на самом деле, очень много гадать. Суть в том, что есть у вас основания, по которым вы растворялись с девочкой. Также вы говорите о том, что вам было очень обидно и больно, что девочка ваша, чела вас унижаться. Тоже говорите, говорят о том, что проблема личных границ и эмоциональная зависимость от другого человека, на это всё не прошло, да. Вот. Собственно, в целом, мне видится глобально, мне видится история такая, что вы очень не свободны. То есть, вот, мне глобально видится, что вы не свободны и неестественны в своём победении, в своём отношении, что вы очень зависимы, потому что, вот, с мамой близки отношения и так далее. Вообще, проблема личных границ, мне кажется, это такая базовая проблема. Но, вместо тем, требуется вам мужская опора и присутствие мужской рядом, чтобы доформировать, собственно, мужчину в вас. Вот. Также у вас есть определённые стереотипы насчёт любви, насчёт гомосексуализма и, наверное, насчёт порнографического материала и инструбации. Вот. В этих направлениях тоже имеет смысл поисследовать, вот, и как-то помочь вам лучше осознавать свои желания, принимать свои желания и грамотно их выражать. Вот. Что касается вот этого чувства стыда, которое у вас, безусловно, присутствует, чувства стыда, то это неуверенность в себе. И, когда вы говорили, что вот у вас в школе, в первой школе было не всё гладко, в второй школе, только вот в 10-11 класс, всё нормализовалось, когда вы подружились со всеми. Мне кажется, что вот этот вот ориентир, этот ориентир как раз на общество, ориентир на других людей, ориентир на мнение других людей, он и поражает стыд. И связано это, по-видимому, с тем, как вы воспринимаете себя, и с тем, как вы воспринимаете, например, критику и негатив. Потому что, когда родители ругались, вы, возможно, записали себе в подсознание, что если кто-то ругается и кто-то обижается, в кавычках, то, значит, вы это как-то заслужили, вы этого как-то достойны, и, соответственно, вам точно становится из-за этого плохо. Хотя, конечно, на самом деле, ничего общего с реальностью это не имеет. Но, для этого необходимо научиться опираться именно на себя, а на свои чувства. Я бы сказал, что такие вещи можно выделить, если вам, конечно, нужна психотерапия, вот, и вам выписали препараты, которые вы пьете, вы обратитесь к этому специалисту, и сделайте запрос на психотерапию. Не должен психиатр выписывать препараты, только на этом останавливаться МСА и психотерапия. Вот, вы можете пройти её как здесь, на нашем сайте, так и отчину сюда в город. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok